Мне пришла книга, которую я очень-очень ждала. Это книга Пола Янга, она называется «Ева». Я тут же её прочитала в тот же вечер, как только получила. Не могла успокоиться, пока не прочитаю всю. Потрясающее издание. Тут такая толстенькая, достаточно суперобложка. А сама книга вот такая просто яблочко тут нарисована. Уже на обложке автор, название и надпись, что эта книга породит много шума и споров. А вот сама просто с яблочком. Когда я читала эту книгу, в очередной раз убедилась, что ожидания не позволяют нам воспринимать реальность такой, какая она есть на самом деле. Что когда ты чего-то ждёшь от книги, даже если это книга твоего любимого автора, но ты не получаешь этого, ты разочаровываешься. Когда ты думаешь, что эта книга будет похожа на другие книги, которые ты у него читал, ты тоже испытываешь какое-то недоумение. И ты не видишь того, что автор сюда заложил. Ты не понимаешь той мысли, которую он до тебя хочет донести. Хотя я очень люблю его книги. Я вам рассказывала уже о книге «Хижина». Мне она очень и очень понравилась. Ещё больше мне понравилась книга «Перекрёстки». Её, к сожалению, пока нет в бумажном варианте. Я читала в «Электронном». Тоже вам о ней рассказывала, в каком я восторге. О том, какого Бога нам показывает автор. И хотя многих эти книги почему-то отпугивают, они считают их религиозными, я бы не сказала, что это религиозные книги, хотя они о Боге, но они выше религии, они за рамками религии нам показывают Бога, которого не найдёшь в церкви. Это другой Бог. Это Бог без правил. Точнее, у него одно правило, что всё есть любовь, всё является любовью, и Бог любовь, и мы любовь, и все мы одно целое, да? Так вот, я ждала что-то вот похожее на хижину, на перекрёстки, какую-то историю о человеке, который запутался в себе, потом нашёл себе силы, чтобы признаться в том, что он запутался, попытаться найти этот выход из этого положения трудного, да? Найти Бога в себе саму и в других. Но я получила совершенно что-то другое, я этому нисколечко не расстроилась, потому что я всё-таки научилась воспринимать книги как нечто новое, как новый мир. То есть, когда читаю книгу, я стараюсь отбросить все-все прошлые знания, чтобы они мне не мешали. То есть, вот как будто бы я младенец, который пришёл в новый для себя мир, и вот он читает, о новом каком-то мире узнаёт. Это очень помогает, потому что когда в тебе куча знаний, куча предрассудков, куча каких-то ожиданий, но не получишь ты от книги удовольствия, такого, какого ты бы его получил. Ну, вы меня поняли. В общем, я искренне рекомендую вам почитать эту книгу, особенно если вам предыдущие две книги понравились, о которых я уже рассказывала. Но воспринять её с открытым сердцем, с открытой душой, без всяких ожиданий. Не ищите никакого сходства с хижиной и перекрёстками. Просто читайте, наслаждайтесь. Тем более интересная история тут описывается. На некий остров в океане выбрасывают грузовой контейнер, в котором находятся 11 тел девушек молодых. Они были секс-рабынями. Но также в этом контейнере ещё одна девушка полуживая, врачи её пытаются спасти. Девушка приходит в сознание, но не помнит, кто она такая, как она попала на этот контейнер. Не помнит своё прошлое даже. Но постепенно память к ней возвращается, в основном в её снах. Мы проходим через это вместе с ней, также проходим вместе с ней через её знакомство с новым для неё миром, с тем, как она пытается сложить кусочки своей памяти и вот этого мира, который вокруг неё, незнакомый ей. Также она отправляется, так сказать, в прошлое, дали к истокам, к началам всех начал, да, и наблюдает со стороны за Адамом, за Евой. Она видит, как разворачивались события в Эдемском саду. И вот я сейчас думаю, что ведь пока я ждала эту книгу, я ожидала совершенно не этого, не этой истории, да. Я думала, что Пол Янг как-то мне объяснит значение этого мифа, это легенды библейская об Адаме, о Еве, потому что мне это интересно. Библия вообще потрясающая книга, я считаю, что там очень много истины, много правды, но так как Библию в своё время очень сильно переписали, переделали, для того, чтобы заставлять людей испытывать страх, чувство вины, такими людьми проще управлять, а ведь церковь долгое время управляла многими странами, то, конечно, не всё там истина, но какие-то части Библии доносят до нас какую-то истину, какой-то смысл, просто мы не всё понимаем. Например, вот тот же миф про Адама и Еву, это же правда, он рассказывает действительно о начале времён, о том, что я прочитала, я не сама это придумала, прочитала в книгах Нила Олша, прям он во многих книгах это затрагивает в своих, что когда-то был только Бог, только энергия, только Любовь, и эта Любовь была только Любовью, она не могла познать себя, потому что когда ты являешься Любовью и нет ничего, кроме тебя, ты не сможешь определить степень этой Любви, свои возможности, на что ты вообще способен. И Бог придумал такую прикольную штуку, как наш с вами физический мир, в котором есть контраст, потрясающий контраст, согласитесь, есть бедность, есть богатство, есть красота, есть уродство, есть холодное, есть горячее, есть Любовь и есть её полная противоположность, страх, только тогда ты можешь познать себя, сделать какой-то выбор, понять, на что ты способен. То есть он говорит нам о том, что когда-то, да, был только рай, ну, если говорить о Любви, что это рай, да, но потом произошло вот что, большой взрыв, и начала жизнь такой, какой мы её знаем. То есть не стоит воспринимать эту историю об Адаме, о Еве, как о чем-то таком, что вот наши предки согрешили, теперь мы расплачиваемся за их грехи, рожаем детей в поте лица, работаем, пытаемся выжить на этой жестокой планете, только потому, что Ева взяла яблоко с запретного дерева и съела. Нет, на самом деле это не так, просто мы приходим в этот мир для того, чтобы наслаждаться своим творением, ведь мы творцы, мы и есть боги, мы часть бога, бог не может разделиться, отделить от себя что-то, потому что он един, все мы одно целое и мы пришли сюда за опытом. Сосед что-то стучит там, наверное, стою чего, поэтому буду я закругляться, хочу сказать, что я обожаю книги Пола Янга, вот книга Хижина, я её купила на подарок и этой книгой я хочу с вами поделиться. Я её прочитала, что она будет у меня на полочке стоять, пылиться, пусть она лучше кому-то радость принесёт. Если вы хотите от меня эту книгу получить, естественно, она БУ, да, я же её читала, то напишите в комментариях, Оля, хочу от тебя эту книгу получить. Я по России, если вы в России живёте, вам её с радостью отправлю, если будет много желающих, как всегда, рандомом разыграю и результаты напишу под видео. Давайте до 4 июля буду ждать ваших комментариев, то есть всё 3 июля по Москве можно участвовать, потом определю рандомом, так сказать, победителя и я с радостью отправлю ему эту книгу. Надеюсь, что она вам понравится. Всё, до новых встреч, мои дорогие, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok